Мы будем говорить о том, о чем гуру, тренеры никогда в жизни не будут говорить. Загорелись все перспективы и возможности заработки. Ну ты же хочешь свой бизнес? О, это то, что надо. Они все мечтают про Rolls Royce, да. Так судьба не меняется. То есть вам кажется, что вы пошли другой судьбой. И не сразу этот кейс на сцену. Смотрите, вот. Они точно заставляют людей выходить с тренингов. Женя описывал состояние. Коротко, как это? Что вы зарядите, а самое главное, куда это будет разряжаться. Я не думаю, что какой-то бизнесмен хочет заниматься бизнесом и создавать результаты от случая к случаю. Что с навыками происходит? Как они возникают? Нет, так они не возникают. Голова все понимаешь, а тело не делает. Знание не главное. А что тогда? Тот человек, который говорил это, он вероятнее всего понимает, что он говорит. Но услышать это можно только, если вы из научной песочницы. Итак, добро пожаловать на битву со здравым смыслом. Акт третий. У каждого акта есть условное название. Сегодня мы решили, что самое подходящее это Что будет с вами происходить внутри среды инфобизнеса. Сейчас я представлю моих коллег, гостей. Но для начала я напомню, что у нас первая программа была о том, почему мы обратили внимание на этот некий феномен. Мы договорились о определенных правилах и так далее. Вторая программа была coming out, как сейчас модно говорить. Евгений говорит, вспомните фильм с Шварценеггером. Мы вспоминали о том, почему туда человек вообще попадает. То есть первый шаг в эту среду. А вот сегодня мы рассмотрим, что же будет происходить с вами в этой среде. То есть мы будем говорить о том, о чем гуру, тренеры никогда в жизни не будут говорить тем, кто пошел в эту среду, в этот некий аквариум. Окей? Итак, что с точки зрения гостей? Я очень рад, что сегодня в студии Марина Николаевна Илюша, воспитанница Олега Викторовича Мальцева. Это директор НИИ «Судьба анализа». Молодой ученый, крайне перспективный. Марина, спасибо, что сегодня с нами. Всего большое, что пригласили. Да, Евгений Сапсай, предприниматель, амбассадор Академии PSI и то, что называется инсайдер. То есть человек, который был внутри, которому много есть что рассказать. И знает, что там происходило изнутри. Да, он иногда краснеет. Здесь не просто потому, что лампа красная. Ему иногда стыдно. У него вообще цвет лица меняется в зависимости от воспоминаний. Какой год? Двенадцатый. Одна форма лица. Какое событие. Какое событие. Какое событие. Какое событие. Итак, давайте, прежде чем начнем, Марина Николаевна, как вы поняли, по каким правилам мы здесь живем? Ну, мы не троллим никого. Мы с уважением. То есть мы оставляем для зрителя право соглашаться с нами, либо не соглашаться. У нас существует некий левый угол ринга, где собраны инфобизнесмены. У них там Алексей Книжник сделал ролл Стройса на голове. И Женя говорит, это то, что надо. Они все мечтают про ролл Стройса. А с правой стороны у нас три фигуры было до сегодняшнего эфира. Это Бехтерев, Дуров и Бодрияр. Но так как к нам приехал Марина Николаевна Илюша, то мы добавляем туда, безусловно, липота сонди. Почему? Мы об этом еще поговорим. То есть он строго соответствует тому, что мы говорили, да? То есть человек мертв. Человек оставил огромную массу трудов. Школу судьбы анализа, воспитанников, Швейцарский институт сонди. Ну, то есть Марина лучше об этом расскажет, чем я. И он никак не может, обратите внимание, липота сонди никак не может повлиять на одну из двух сторон. То есть он не может с нами не согласиться. Мы будем опираться на его труды, то, что он написал. Итак, в принципе, с правилами все понятно. Что мы сегодня рассмотрим? Был запрос социальный со стороны Евгения. Рассмотреть проект, я согласен с Женей, самый большой. Знаешь, всегда, Марина, есть что-то, с чего все начинается. То есть, безусловно, истоки того, что мы будем обсуждать в США. И в США, как Женя подтвердил и подчеркнул, и многие согласились, вообще не понимают, что такое инфобизнес. Там нет такого понятия. Это у нас здесь, так это адаптировали. То есть, но так как у нас здесь нет оригинала, помните, как в Бодрере копия без оригинала? Оригинал где-то там, где-то за океаном. Все, что мы будем видеть здесь, на территории СНГ, это копии. И оригинала здесь днем с огнем не сыщешь. Его нет просто, да. Но мы обсудим тот проект, который дал старт огромному подражательству, огромному копированию и тиражированию. То есть, это был год 10, 11, 12. Да, где-то 10, 11, 12. В 12 как раз-таки я начал активно вовлекаться в эту среду. То есть, это 13 лет назад. И после этого весь этот, ну, некий дрессируемый анклав. Почему дрессируемый? Смотрите предыдущую программу. Рекомендую. Ирина Игоревна идеально. Вот как ученый объяснила, что в этой среде инфобизнеса условным рефлексом является что, Евгений? Отдавать деньги. Отдавать деньги, да. То есть, это дрессируемая, как бы, среда. Ирина Ирина, прямо шаг за шагом. Деньги на фантики. Фантики потом все равно отбирают. 13 лет дрессировали, отдавать деньги. Ну, его чуть-чуть меньше. То есть, он понял чуть-чуть раньше, безусловно, что здесь что-то не так. Но, в принципе, вот этот условный рефлекс, это очень важный. То есть, мы идем в тот проект, до которого таких масштабов не было. То есть, до этого были отдельные крестные папы, которые породили этот проект. Фамилии мы не называем. Но, вот когда это превратилось в стадионы, когда после этого все подумали, если эти двое малолеток могут это сделать, 23-24 года, то мы, ну, закончившие там, точно можем это сделать. И мы через 3-4-5 лет видим засилие. То есть, все уже собирают эти стадионы. Причем, одного или двоих людей мало. Собирают уже по 20 человек, 30 человек. Ну, чтобы уж точно собрать. Чтобы не получилось так, чтобы ползала. Итак, слово Женя. Твое знакомство с этим проектом. Мое знакомство с этим проектом, традиционно, мне кажется, для такой среды, это было с Ютуба. То есть, на Ютубе начали попадаться ролики по теме, там, бизнеса. Так как, поскольку я уже к этому моменту начал как-то гуглить, в Ютубе задавать запросы и так далее, соответственно, мне начало рекомендовать Ютуб соответствующие тематические ролики. И там достаточно динамичные, энергичные ребята. Там, может быть, на пару лет меня там старше. То есть, я вижу, что у них не только, скажем так, визуально есть деньги, да. То есть, за ними там уже толпы людей идут. То есть, тогда это была там Москва, вообще Россия, да. То есть, и какие-то отголоски были в Украине. То есть, кто-то начинал об этом говорить, что вот есть такие ребята там, покупая себе Rolls-Royce и так далее. И там действительно был ролик. Почему Rolls-Royce? Потому что у них было конкретное видео, где они демонстративно идут в салон. То есть, это сама цель была? Вот купить... Ну да, вот у них как сама цель. И они как бы, у них была определенная, да. То есть, они говорят, вот поставьте себе большой амбициозный цель. Пойдите в автосалон, посидите за рулем автомобиля. Возьмите это из драйв и так далее. А здесь они уже демонстрируют, что они покупают этот Rolls-Royce. Почему-то один на двоих, я не знаю, как они... По очереди катались. Да, потом они демонстрировали, как они приезжают к родителям на этом Rolls-Royce. То есть, вот там дарят какой-то еще автомобиль своим родителям. И они постоянно говорят, вот вы там начинаете что-то зарабатывать, сразу там отблагодарите родителей, там свалите в ресторан, купите автомобиль и так далее. И потом, как действительно под копирку, все начали делать по тому же сценарию. Не разгоняйся. Во-первых, идея с Rolls-Royce. Помнишь, откуда у них? Ну, в свое время Олег Викторович проводил массу исследований, в том числе различных эзотерических направлений. В том числе Оша. У них в некой американской пустыне была главная идея, то есть они были намного более серьезные, чем вот эти вот ребята, чтобы у Оша было 366 Rolls-Royce. Помнишь? Чтобы на каждый день был свой отдельный пронумерованный Rolls-Royce. Вот откуда бы они это взяли. Я имею в виду, что они никогда не скажут, что прямо отголоски, но там серьезный масштаб. Ты же понимаешь, 366 Rolls-Royce это не один на двоих. Но прежде чем ты продолжишь, Марина, я тебе прислал перед эфиром определенные видео образца в 16-й, по-моему, год, 15-16-й год. Вот очень коротко. Вот давай, не вдаваясь в детали, ты как ученый, мы здесь все-таки в храме науки, твое впечатление и некая короткая обратная связь вот потому, что ты услышала. Просмотреть этот видеоролик было крайне сложно. Там час с чем-то, то есть это слушать невозможно. То есть то, что люди там говорят, если не сказать, как говорится, некорректно. Институт культуры, помните? Да, да. То есть слушать это невозможно. Почему? Потому что то, что они говорят, знаете, когда люди соприкоснулись со знаниями. То есть что значит соприкоснулись, как соприкоснулись. Вот не знаю, мы сейчас соприкасаемся со знаниями или нет. То есть просто, знаете, масса какой-то терминологии. Вот непонятно вообще, о чем они говорят, к чему это все, как говорится, и зачем это все. То есть тоже непонятно. Далее, вот меня удивили некие цитаты этих людей, что они говорят, что знания не главное. А что тогда? То есть тренер... Это мой маленький тизер, потому что мы потом будем эти цитаты разбирать. Потому что, честно говоря, вот до просмотра этого видео я не видел ни одного человека из вот этой вот тусовки инфобизнеса, кто набрался бы мужества, вышел на сцену и сказал то, что мы потом, ну, зачитаем вслух. Вот здесь нашелся человек, который просто сказал, ребята, не питайте как бы иллюзией. Но это чуть позже, да. Да, то есть первое, знания не главное. Дальше. Тренер не обязан обладать знаниями или передавать знания. Вопрос тогда, что он должен передавать. Ну, то есть, знаете, это такая вот удобная система. То есть вам знания не передают, вам просто будут давать советы какие-то, что вам делать, а, соответственно, вы всю жизнь будете зависеть от этих людей, которые обязаны, ну, точнее, не обязаны, которые должны вам давать советы. То есть без них вы никуда. Но и у них знаний нет. И ответственность они никакой не передают. И ответственность не несут. То есть за что вы платите деньги и большой вопрос. Нет, вот с этим вопросом мы сегодня как следует разберемся. Как следует разберемся. Я возвращаю мяч на поле Евгения. Давай после видеоматериалов, знакомства, если не ошибаюсь, было мероприятие в Киеве. Это очень важно, потому что Марина в это время жила в Киеве, и я уверен, что она даже не слышала про все это. Ну, это как параллельные меры просто. Я не ходила ни на какие мероприятия. Да, примерно 2012, наверное, год, по-моему, 2012 год, ребята решили открыть Украину. То есть, естественно, если открывать, то надо когда громко. Они поставили цель тогда собрать 10 тысяч человек в Киеве, во Дворце спорта. по факту собрали порядка 6 тысяч человек по тем данным, которые у меня были. И меня вовлекли. То есть, на раннем этапе, когда они начали подготовку к мероприятию, у меня товарищ, который уже там с ними как бы тусовался, помогал и так далее, позвал в качестве, по сути, волонтера. Ну, говорит, приди, помоги, классная тусовка, ребята, то есть, все там молодые, энергичные. Помнишь то, что Ирина Игоревна говорила в прошлый раз? Причастность. Причастность к чему-то большому, 10 тысяч человек. Да, да, да. 10 тысяч человек, уже проект достаточно известен, то есть, они уже гремели, то есть, это, да, на русскоязычном пространстве, то есть, через интернет очень сильно распространялось, очень много было последователей, которые там что-то запускали, какие-то бизнесы и так далее. И, ну, я вовлекся, то есть, я пришел помогать тогда в офис, они обязательно сняли в центре города, там на Крещатике у них был офис, много ребят, тоже такое-то постоянное движение, движение было, так сказать, произвести впечатление. Успеть, а то вдруг, а вдруг не успеешь, что-то... Во-первых, да, успеть, то есть, ну, меня, естественно, вовлекло, то есть, ни о каких там зарплатах ни о чем не шла речь, то есть, ну, прийти помочь. То есть, ну, действительно, классная идея, я думал, в процессе с кем-то и познакомлюсь, может быть, какие-то совместные проекты появятся, то есть, мне эта идея обовлекла, поэтому, по мере возможностей, там, совмещаясь с какой-то другой деятельностью, которая у меня была, я действительно приходил, помогал. Причем, что, ну, на каком-то этапе реально превратился в таком, как менеджера по продажам, потому что нас периодически некими группами отправляли, там, в студгородок, например, в Капы, где мы ходили с планшетками и записывали контакты людей для того, чтобы вот приходите на мероприятия, а вот ты хочешь свой бизнес, там, я студент, там, первого курса, ну, ты же хочешь свой бизнес, типа, да, зарабатывай, все, приходи на мероприятие бесплатно, вот, будет круто. Сколько людей собрали? По итогу, где-то порядка 6 тысяч человек собрали. Немало. Немало. Причем, ну, такая, инсайдерская информация, основной сработала тогда рассылка во ВКонтакте, популярная социальная сеть ВКонтакте, не заблокированная в Украине. И, по сути, с помощью спама и ботов им удалось, скажем так, сгенерировать какой-то поток клиентов, потому что вот эти все хождения по университетам или там стенды особо так, ну, не работали. То есть люди записывались, но мы потом никуда не шли. Подходим к первому очень важному моменту. Ответь мне на вопрос, пожалуйста, с какой целью люди оказались в толпе 6 тысяч людей? То есть, как они себе это объясняли, потому что сейчас придет время для разбора цитат. То есть люди уже, которые туда пришли? Ну, конечно. Вот я заплатил деньги, чтобы что? Нет, тут важный момент, что еще они не платили денег. То есть, первое, это было бесплатно, это было бесплатно. Это полностью бесплатно. Окей, убираем слово деньги. Вот я иду. Цель. Ребята хотели услышать, либо узнать, как там стартовать какой-то свой бизнес. То есть, загорелись все перспективы, возможности заработка, и что можно зарабатывать деньги, там, будучи студентом, или совмещая, там, с работой. То есть, они даже в видео транслировали, что ты можешь работать на работе, параллельно там торговать, я не знаю, букетами из конфет, игрушками и так далее. То есть, это то, чем я в том числе занимался. То есть, я перепробовал несколько ниш, как говорили, то есть, пробую одну, вторую, третью, пятую, десятую, пока у тебя не получится. Поэтому у меня были и букеты из конфет, и плюшевые мишки, и детские игрушки, товары и так далее. То есть, они не учатся создавать бизнес? Они просто говорят, пробы, и вот если что-то пойдет, вот этим и занимайся. Ну, по сути, вот такой подход. Перебор. Перебором. Да, да. Причем, что вот, типа, ничего нового не придумывайте, бери там, выписывай там 100 ниш и последовательно начинай себе пробовать. Теперь мы очень важному моменту переходим. Цитаты. То есть, вот собрались люди, на сцене два человека. Возраст был тогда им 23-24-25. Да, 23-24. Окей. Это цитаты не этих двоих ребят. Это цитаты человека, который, по сути, их породил. То есть, крестный отец, в принципе, они сами не скрывают, что благодаря этому человеку они сделали этот шаг. То есть, эта связь неразрывна. Просто мы фамилии не называем по правилам. Итак, цитаты. Марина Николаевна, здесь тофс, что называется. Первое. Тренер не является носителем знаний. Тренер может не оперировать новыми знаниями в принципе. Третье. Знания не являются ценностью. Четвертое. Ценностью является действие, которое совершает человек в ходе тренинга и заменяет парадигмы поведения, существующие, на новое. Цель за счет изменения парадигмы поведения изменить эффективность заключения контрактов, управления людьми, прочими полезными деловыми навыками. Марина Николаевна, здесь что-то не так. Здесь прямо, знаешь, как... В каждой цитате что-то не так. Как вот лампа красная, она просто вот так вот мигает, да? Нам такого не рассказывали. Я думаю, что могло бы что-то не так пойти, если бы так открыто. Об этом сказали, да. Об этом сказали, да. Шести тысяч не было бы. Ну, не бы задумывались, а нужно ли мне это. Что меня здесь смущает? То есть, ну, это глупость несусветная о том, что знания не представляют ценностью, но опять-таки, мы здесь в храме науки, здесь не надо долго объяснять. Ну да, что? Меня здесь смущает один очень подлый фокус. И я именно подчеркиваю подлый. То есть, тот человек, который говорил это, он, вероятнее всего, понимает, что он говорит. Но услышать это можно только если вы из научной песочницы. Если бы Олег Викторович нами не занимался так, возможно, мимо ушей бы не услышали. Мы просто не услышали. То есть, еще раз, смотрите, в чем здесь подлость этого фокуса? Потому что первая часть это открытое верломство. А вот подлость, изменение парадигмы поведения, по их мнению, должны изменить эффективность определенных навыков управления людьми, самопрезентации, заключения контрактов и так далее. Без знаний, без навыков и так далее. Именно. То есть, одна лишь изменение парадигмы поведения, сейчас мы будем разбираться, в чем идет речь, должна привести к этому. Марина Николаевна, вам слово, я замолкаю. Ну, первое. То есть, модель поведения и навыки это разные вещи. То есть, скажем так, надо разграничить. То есть, когда мы говорим о модели поведения, скажем так, прежде чем что-то мы будем менять, было бы неплохо понять, как оно устроено. Вот эта самая модель поведения, которую необходимо изменить. Устроена она несложно, всего лишь с четырех компонентов. Это, по сути, некая система координат, в которой находится человек, некая ситуация, то есть, та система, дворец спорта, в котором ты тогда находился, 6000 человек. Да, некая система. Дальше, роль, то есть, кто вы в этой системе координат? Волонтер. Волонтер, да. Дальше, вы совершаете там какие-то действия, поступки и говорите какие-то слова. То есть, по сути, третий элемент это двигательно-лингвистические цепочки, поступки и слова. В данном случае. И четвертый элемент это ориентир. Ориентир, то есть, то на, скажем так, на что вы ориентируетесь. Дело в том, что из ориентира потом распакуется другая система, координат, в которую человек как раз таки попадет. Вот вам сказали, да, вы придите, вы живете в одной системе, побудьте волонтером, совершите ряд каких-то действий, и вы окажетесь в неком другом положении дел. Вот, по сути, что вам говорят. Ну, вам так не говорили, то есть, говорили вот совершенно по-другому. Ближе к Роллс-Ройсу, да? Конечно, конечно. Да, да. То есть, ориентир, да? Да, оттуда Роллс-Ройс, в прошлый раз, еще раз, посмотрите прошлую программу. Ирина Игоревна, ну, так смачно описала, что такое вкусняха, что такое, да, предрасположенность, почему у собаки, у человека она, и вот, что общего в данном случае, да, просто посмотрите. человек готов, да, да, то есть, моделью поведения, в принципе, понятно. Я имею в виду, устройство понятно. Допустим, мы ее меняем. Предположим, да, то есть, перемещается в другую систему координат, другие ориентиры и так далее. Что с навыками происходит? Как они возникают? Вот. Нет, так они не возникают. То есть, даже если вы измените модель поведения 10 раз, 20 раз, не знаю, будете менять каждый день на новую. То есть, навыки, они обретаются и модель поведения, скажем так, она не влияет на обретение навыков. Ну, скажем так, вот, изменил модель поведения и у тебя изменились навыки. Могу привести простой пример. Житейский. Сама прошла, как говорится, этот путь. Пример. Нужно научиться водить мотоцикл. Как вы понимаете, если я изменю модель поведения, подойду как-то к мотоциклу с другой моделью поведения, сяду, заведу его, зажму сцепление, как говорится, у меня навык вождения мотоцикла не появится. То есть, навык, скажем так, навык обретается определенными стадиями. То есть, не изменением модели поведения. Вот знаете, даже на своем примере, помню, сколько тебе говорили, там, не бойся, делай так, делай то. Ты, знаете, как голова понимает. Голова все понимаешь, а тело не делает. Тем более, когда идет речь про высококординационную задачу. То есть, байк, это все-таки два колеса, а не четыре колеса. И Олег Викторович создал, как бы, с воспитанниками большой мотоклуб. И все люди подходили к байку. И все думали, я не исключение, что, в принципе, через пару дней открутил. Открутил. Не происходит это. Даже если вот инструктор, да, и у тебя модель поведения идеальная, ученица. Изумительно. Изумительно. Ты смотришь в рот, все, внимаешь каждое слово, каждый взгляд. Но здесь начинаются проблемы. Да. Ну, например, ты понимаешь, что нельзя зажимать руками руль, да, потому что он становится неуправляемым. Но тебе страшно. И руль зажимается. То есть, дело в том, чтобы обрести навык, нужно пройти и психологическое препятствие, и интеллектуальное препятствие. То есть, череду препятствий, банально страх может человеку помешать научиться водить мотоцикл. Дальше. Сколько людей боятся, вот они там говорят в этой своей лекции, да, дал совет, тот пошел, по-другому сказал, изменил модель поведения и получил другой результат. А что мы будем делать с тем, что человек вообще боится идти разговаривать с другим человеком? Сколько людей они боятся, ну, вот этого общения, да, как бы, то есть, им страх не позволяет подойти и что-то сказать. Ну, как быть? Да, и вот в этой среде неоднократно, то есть, как раз, вы не бойтесь, то есть, бизнес это не страшно, то есть, просто идите, то есть, иногда за какой-то драйв специально какие-то там условно музыку активную, там, похлопать в ладоши. Драйв и энергию чуть-чуть позже. Там есть что сказать, Женя, пока что мы разбираемся с тем, что подлость это открытая оферта, которая содержит заведомо ложь, махровую ложь. То есть, фокус этот не работает. Он вот так не работает. Ездим на стенд с Олегом Викторовичем, команда федерации нашей тренируется, что мы видим? Хотим сбивать 25 из 25, но не получается. Не получается. То есть, требуется, существует целая теория обретения навыков. Это очень серьезная, махровая научная составляющая, без которой вообще все эти хоп-хей-ла-ла-лей не работают никаким способом. Это действительно. Каждый человек может провести эксперимент. Вот попробуйте изменить модель поведения, сесть в автомобиль и поехать. Если вы не учились водить автомобиль, у вас ничего не получится. Пример со стендовой стрельбой. То есть, когда, я помню, мы первый раз приехали на стенд, дело в том, что там тарелка летит со скоростью 90 км в час. И вот, когда ее первый раз выпустили, я такая смотрю, думаю, а где тарелка? Говорят, а она пролетела. Я говорю, в смысле пролетела? То есть, ты ее даже не видишь. Не то, что ты можешь не бояться, он говорит, не бойся, стреляй, да, не бойся, там, увидь ее и так далее. Это все классно, но ты ее даже не видишь первый раз. То есть, она настолько быстро пролетает, говорится, что ты ее даже не замечаешь. И знаешь, мне кажется, что у нас там есть общезнакомый на стенде. Остарожил. Вот он, когда говорит, бодрее, резвее, смелее, мне кажется, что он подслушивал этих ребят. Он, наверное, что так как бы проходил какой-то у них тренинг. Жень, а вот то, что мы сейчас говорим, разве это не очевидно, вот было даже вот в том, в тот момент времени? Вот скажи. Не очевидно. Ну, есть же ребята, которые вроде как вместе со мной пришли, сделали плюс-минус то же самое, и у них почему-то получилось. То есть, в большей части там обычно не получалось, но были вот эти ребята, которых по каким-то стечениям обстоятельств получаются. Значит, скорее всего, причина во мне. То есть, я не так изменил модель поведения, лишь что-то не так сделал, то есть, недостаточно хотел, недостаточно там мотивации или еще чего-то, потому что были ребята, которые раз, два, три, у них какой-то контракт, сделка и так далее. условно, там мальчик, девочка, там 19 лет, раз там, не знаю, там грузовик щебня продали. И они сразу этот кейс на сцену, смотрите, вот за прошлую неделю на 10-20-50 тысяч гривен контракт готов, все, заработал. Ну, значит, у меня такое впечатление, вот в бильярде есть понятие дурак. Удар, когда ты не предполагаешь, что какой-то вот пятый шар куда-то упадет. И случайно. Но он попадает, потому что стечение обстоятельств. И в принципе, за каждым столом эти шары периодически залетают. Теперь, если эти столы поставлю рядом, и каждого дурака буду подсвечивать как пример, то есть ориентир, пример для подражания, то, ну, может человек действительно в это поверить. Но если он, как бы, не разбирается глубоко, глубоко, не было времени разбираться, особо ни у кого. и здесь, знаете, вот вопрос, то есть эти люди, они занимаются бизнесом. Я не думаю, что какой-то бизнесмен хочет, знаете, вот заниматься бизнесом и создавать результаты вот от случая к случаю, да. Вдруг получилось, выстрелила класс, не выстрелила, минус деньги. Ну, то есть, когда мы говорим о бизнесе, все-таки это должна быть управляемость. А здесь ее нету, как бы, мы это видим. Абсолютно нет. Более того, я через какое-то промежуток время анализировал все вот это, в том числе, успешные кейсы, там, сайты и так далее. Ну, через год их, а то и меньше, их уже не существует. То есть, ни этих сайтов, ни этих продуктов, которыми они занимались и так далее. То есть, там уже телефон давно в отключке. Удем дальше. Следующая цитата. Тренер создает энергоинформационный конструкт. Марина Николаевна, уже страшно. Который внедряется в человека, представляешь себе, распаковывается в стратегиях поведения человека. Метафору, которую используют они. А нет, в Китае есть небольшие таблетки, как полотенца. Вы их бросаете в теплую воду, и они распаковываются и превращаются вот в некое, как бы, полотенце. Вот точно так же и зерно, и энергоинформационный конструкт брошенный, он превращается в определенные, как бы, вещи. Хотелось бы увидеть. Смотри, здесь еще важно. И это превращается в информационный зародыш. Это должно быть уже очень страшно, потому что мы в биологию уходим какую-то, причем, в гинекологическую. Который меняет паттерны поведения. То есть, у них, смотри, парадигмы поведения, паттерны поведения, модели поведения, они через запятую говорят. Все вместе. Все вместе. Типа это... Одно и то есть. Да. Поведенческий паттерн с их точки зрения, плюс-минус, что это такое? Набор сценариев по умолчанию, который человек может проигрывать на автопилоте. Доведенная до автоматизма схема или модель поведения, которую человек использует в обычной жизни. Мария Николаевна, с точки зрения Липота Сонди, судьба анализа. Про таблетки китайские не будем говорить, про информационный зародыш не будем говорить, про паттерны что это такое? Ну, Сонди про китайские таблетки ничего не писал, поэтому не будем говорить. Но дело в том, что с точки зрения судьбы анализа есть такое понятие, как программная судьба, которую описывал Леопольд Сонди. То есть, о чем идет речь? Каждый человек рождается, да, и когда он проживает некий отрезок жизни, знаете, вот он мало того, что рождается, у него уже присутствует родовое бессознательное, то есть, наследие его предков, начиная от родителей и, как говорится, от других родственников, уже передается, так сказать, ему по наследству. Дальше он живет, и в своей жизни люди копируют модели поведения, как раз таки, про которые мы говорили, да, других людей, друзей, воспитателей, учителей. То есть, человек вырастает, и он даже сам не знает, что он накопировал за свою жизнь. То есть, по сути своей, он выполняет некую программу на автомате, некий сценарий. Ну, давайте приведу пример. Нам всем с детства говорили, нужно закончить школу, университет, выйти замуж, обязательно родить детей, работать на заводе, как бы, дальше пенсия и так далее. То есть, вот некая программная судьба, и если вы ее не выполняете, общество даже начинает вам как бы предъявлять претензии, как бы, между прочим, на минуточку тебе 25, да, ты чем думаешь, как бы, когда замуж, когда дети. То есть, скажем так, внешняя среда заставляет выполнить эту программную судьбу. И действительно, некая программа, она завязана на авторитетах. То есть, человек, с точки зрения судьбы анализа, действительно, у человека ограниченное количество этих сценариев в жизни. И когда люди говорят, что я хочу там изменить жизнь, с понедельника я все начинаю вести себя по-другому, то есть, он всегда переключается между вот этим ограниченным количеством сценариев. То есть... Выбор без выбора. То есть, по сути своей, для того, чтобы перейти на другой уровень, с точки зрения судьбы анализа, нужно применить терапию. Да, внесение изменения как раз-таки в этом бессонтаре. Но терапия это не энергоинформационный конструкт, и не китайская таблетка, и не информационный зародыш. И ничего в человека не внедряется. И ничего в человека не распаковывается. И чипы, да, или что они там внедряют. Нет, это смешно, но это опасно. То есть, вот надо понимать, что смех смехом, но вот мы сейчас просто перейдем к следующей цитате. Это опасно. И, опять-таки, это взгляд, в данном случае, судьба аналитическая. То есть, мы опять, с точки зрения сонди, то, что мы видим. Женя, хотел что-то допомнить? Здесь, скорее, у меня вопрос. То есть, вот как раз это внедрение, которое они делают, это получается как раз и вмешательство некое в судьбу, или не совсем? Нет, нет. Понимаете, для того, чтобы внести изменения бессознательное, а по сути своей мы работаем с памятью. То есть, бессознательное это один из блоков памяти. Чтобы вносить туда какие-то изменения, первое, нужно понимать, как это устроено и как его внести. Иначе это просто слова, как говорится. Более того, а как вы обойдете сознание? А вообще, что такое сознание, что такое бессознательное? То есть, куда вы вносите изменения? То, что дают они, это, скажем так, попытка какая-то, работы в сознании человека. Но опять-таки, они же ничего не объясняют. Хорошо, у меня еще вопрос, Рожжин. Давайте, консультация уже. Деньги снизу он передаст сейчас. После записи. Да, я рассказывал, что у меня тоже некая была программа, то есть, я понимал, что учусь в школе, университет, потом работа, пенсия и так далее. И в какой-то момент вмешалась условно эта книга, о которой я говорил в предыдущем выпуске, Роберта Киасаки, богатый папа, бедный папа. И у меня вроде как изменилась траектория. То есть, я пошел по-другому, был не согласен с этой программой, которая условно была предустановлена и пошел другой судьбой. является ли так изменением судьбой? Нет, так судьба не меняется. То есть, вам кажется, что вы пошли другой судьбой. Вот представьте себе, есть некая тропа, вот даже, как Сонди писал, некий генотропизм, то есть, когда передается вот эта судьба, условно назовем, по наследству, вы повторяете судьбу одного из ваших предков. То есть, вам кажется, что вы пошли как бы по другой судьбе или вы куда-то изменили судьбу. На самом деле, вы просто, возможно, переключились, знаете, на другую тропу, но их ограниченное количество. То есть, вы взяли книжку, но тропа осталась та же самая. То есть, так судьба не меняется. Это достаточно сложный, как говорится, механизм. К сожалению. К сожалению. Еще одна цитата и пойдем дальше. Речь идет о знаниях, которые заряжены энергией. Люди заряжаются этой энергией и начинают действовать и менять свои паттерны. Я не буду, боже, сохранить, проводить параллели, хотя так хочется. То есть, конец 80-х, начало 90-х, люди, которые заряжали энергией, Алан Чумак, и Анатолий Кашпировский. Я вчера просто специально открыл видео сеанс терапии номер 78. Заряжаем. Но я даже, ну, это будет офф-топик. Главное, вот, энергии и меняют паттерны. То есть, смотри, по сути своей, они точно заставляют людей двигаться и выходить с тренингов. Ну, вот, Женя описывал состояние. Коротко, как это выглядит? Заряженным. Заряженным. То есть, делать, делать, надо бежать. У меня есть пример. Один знакомый, когда еще жила в Киеве, он проходил какой-то, я не знаю, а тогда это назывались тренинги личностного роста, какие-то ступени. Я точно не знаю, куда он ходил. Лидерские программы. Вот, точно, лидерские программы. И он приводил пример, что его там так прокачали и зарядили, что он на неделю ходил по Киеву, по городу с крылышками ангела, вот на работу человек, это взрослый человек. На полном серьезе. На полном серьезе. Он говорит, вот мне было все равно, я одевал крылышки и шел как бы вот, может быть, так заряжают. Такое же было, что ли, что смеешься? Смеюсь, потому что были тоже другие уже тренинги, где там, ну, по сути, заставляли ходить в каком-то, то есть, например, парню в женском платье накрасившем. Скорее всего, это было это. Для чего это, конечно, непонятно. Была идея раскрепощения, то есть, понять, что всем на тебя наплевать на самом деле, то есть, все страхи только в тебе там и так далее. Окей. С чем мы имеем дело здесь, с точки зрения судьбы анализа? Что они заряжают и что потом человек разряжает, да? Ну, я не знаю, что заряжают они, то есть, дело в том, что... Ну, предположить можно было бы. Дело в том, что в судьбе анализе есть такой тест сонди, то есть, некий измеритель, да, как говорится, психологии. И вот мы имеем дело в тесте сонди с восьми факторами. Можно это представить как восемь батареек, вот как телефон, да? В телефоне есть батарейка. Она, мы ее заряжаем, она разряжается, да, у нее есть состояние, как говорится, ну, какого-то заряда, да, например, на 50% разрядился телефон. Вот, можно представить себе, что и у человека есть таких восемь батареек, неких восемь сил, которые нас толкают, да, на какие-то действия, вот как раз таки. То есть, по сути, они постоянно работают, заряжаются, разряжаются. Да, они могут быть заряжены, вот даже когда человек проходит сонди, мы видим, что какие-то батарейки заряжены, какие-то разряжены, то есть, скажем так, как обстоят дела, некая картина. Но дело в том, что можно эти батарейки зарядить, но они точно их не заряжают, или я не знаю, то есть, скажем так, надо в этом разбираться. Но чем это опасно, вот то, что они делают? Вы можете человека на что-то зарядить, но вы не знаете, скажем так, его батарейных блоков, да, его основных двигательных, что вы зарядите, а самое главное, куда это будет разряжаться. Ну, например, вы-то товарища зарядите, он придет домой, я не знаю, ну, не дай бог, как говорится, своей жене даст по лицу. Вот, ну, разрядка, да, накопилась. То есть, даже когда мы получаем график теста сонди, там есть восклицательные знаки, это гипертония. То есть, это нам говорит о том, что в батарейке идет сильное напряжение, то есть, вот этот сильный, как бы, заряд, и он точно будет разряжаться. То есть, это достаточно опасная картина. Тоже вот один из примеров, как это можно было бы представить. Ну, человек с крыльями, извините, который идет по городу, разряжается в крыльях, он может машину не заметить, потому что, что такое машина? Я-то с крыльями, я-то взлечу, понимаешь? Нет, вот даже такой пример. Именно. То есть, это точно, или когда мужчина одевается в женское платье, то есть, это вообще что такое, да. То есть, можно было бы представить себе модель. Все мы видели, знаете, вот эти закрутки, консервированные, там, не знаю, огурцы. И знаете, бывает, крышка взрывается. Вот когда напряжение большое, да, в банке, то есть, может взлететь крышка, может расколоться банка. Вот это пример, когда идет напряжение в этих, как говорится, батарейках человека. то есть, куда это взорвется, куда это разрядится, неизвестно. У кого-то, может, в пользу, он пойдет и начнет пробовать что-то. Действительно, да. Действительно, да. А у кого-то, извините, чем-то нехорошим. Вот примеры, кто-то заключил контракт, кто-то продал там машину, чего-то, да, а кто-то неизвестно, куда пошел и разрядился. То есть, они же таких не показывают людей. Не показывают. И более того, я действительно слышал примеры, когда, то есть, люди там впадали, наоборот, в депрессии на фоне прохождения подобных курсов и тренингов. И в том числе, появлялись уже потом психологи, которые подхватили эту тему, то есть, условно, лечим после инфобизнеса. Производство полного цикла. да. Это гениально, да. С первой частью закончили, часть вторая холократия. Субтитры сделал DimaTorzok